Андрей Ильич, добрый день. И, разумеется, давайте сразу проверим пульс вашингтонский. Я знаю, что вы постоянно его измеряете, постоянно нам, портуя о том, что там происходит. И появились определенные сигналы, что давление на Майка Джонсона, оно уже такое, что, судя по всему, и ему уже неудобно продолжать свою абстракционную политику, и что якобы даже Дома Трамп заговорил о том, что, может быть, есть какая-то формула, по которой Украине можно дать эту помощь, в том числе кредит и так далее. А кое-кто считает, что все-таки это политика затягивания, что под разными соусами просто вся эта идея помощи затягивается аж до выборов в случае прихода Трампа. Соответственно, и помощь уже можно не давать. Как вы все это видите? Вы знаете, я уже в бешенстве от этого пульса. Полгода, уже полгода этот гадин и донсон под разными предлогами блокируют представленным Байденом, по-моему, 10 или 11 октября прошлого года законопроект о предоставлении военной помощи Украине, Израиле и Тайване, где на Украине предназначают 65 миллионов долларов. И это сейчас в то время, когда Украина истекает кровью, как с поля боя нам сообщают, что соотношение артиллерийских зарядов на каждый украинский удар там 10, а сегодня я слышу даже цифры 50. И все это делается абсолютно лицемерно. Вот этим... Давайте вспомним, как все это продолжалось. Сначала Джонсон заявлял, что... Да, конечно. Да он и сейчас продолжает, значит, я сторонник Украины. Ни в коем случае нельзя допустить поражение Украины. Пусть нам необходимое. Но хотелось бы, чтобы наши демократические друзья и поняли наши озабоченности, и приняли одновременно меры по обеспечению безопасности наших границ. Хорошо. Месяц продолжался по этому поводу переговора. Наконец, был выработан законопроект демократами и республиканцами. В месте, в котором демократы пошли, ну, практически на 90% настоящие республиканцы попросили по границе, и в которые были включены вот эти исходные предложения Байна по финансированию. По требованию Трампа республиканцы отказались. Отказались от этого законопроекта. Тогда друзья Украины, лидеры меньшинства и большинства в Сенате, Митч МакКоннел и Шумер, и Чак Шумер, они провели через Сенат совместный закон, где только шло о помощи Украине и Израилю, положение границ, раз республиканцы, они отказались, были отброшены, и проголосовали внушительным большинством, как вы помните, это было больше месяца назад, 70 сенат-100, из них, значит, 20 республиканцев, проголосовали за этот закон. Его представили параду представителей. Причем инициаторы закона понимают чрезвычайную важность, но и не получится слов сказать, для судеб мира этого закона, поддержки сражающихся в Украине, они решили использовать так называемые механизмы дещатч-петишен. Такой есть механизм в американской процедуре Конгресса, который позволяет поставить, ведь в чем было препятствие? Ни один закон не может быть поставлен без согласия спикера. Вот есть такая процедура, это сейчас петишен, которая позволяет поставить вот этот принятый уже сенатом 70 голосами закон на голосование, и, естественно, он будет немедленно проголосован за, потому что большинство республиканцев всегда поддерживают Украину, ведь кучка трампистов блокирует этот закон, они запугали Джонсона, что если он только поставит его на голосование, то они сразу выкинут его из спикеров. Кстати, и вот республиканец, который разрабатывал вместе с демократами компромиссный законопроект по границе и помощи в Украине, он сообщил, открыли на праздном конференции, что ему трамписты угрожали, что если этот закон пройдет, мы тебя уничтожим. Ну, казалось бы, маленькая гробка, она манипулирует, ей легче будет пренебречь. Выдалете, что понимаете? Понимаете, Трамп усиливает свое влияние республиканской партии, он уже практически кандидат, потому что у него достаточно количество выборщиков для республиканской конвенции, и позорнейшее явление республиканской партии. Вот если раньше блокировали, ну, там это известный Меджер Грин, сумасшедшая женщина, бегала по телеканалам и Конгрессу, то сейчас уже очень многие республиканцы запуганы Трампом, которые всегда были сторонниками Украины. Вот это самое позорное. Я расскажу, в чем ситуация. Вот для этой сейчас петишин требует письменного согласия 218 членов палаты, чтобы закон был поставлен, если это не принят. Здесь, в смысле, это простое большинство. Это значит, нужно только 10-15 республиканцев, ну, потому что у демократов там есть 10 сумасшедших антиизраильских кандидатов, которые будут голосовать против, потому что там включена помощь в Израиле. То там гораздо больше республиканцев, которые поддерживают Украину. Но они боятся. Они боятся теперь Трампа. Почему боятся? Да по той же причине. Джонсон боится, что Трампа заставит его сторонников снять его со спикеров. А республиканцы начинают бояться собственных прамерей. Ведь они все тоже баллотируются. Прамерей это очень такой, далеко не демократический процесс. Это не выборка всей деспубликанской. На прамерях ходят наиболее ангажированные, дисциплинированные члены партии. А вот в той ситуации, когда у Трампа есть такая тоталитарная секта фактическая, у него большой ресурс. В каждом штате он может погнать свою толпу, для того чтобы блокировать неподчиняющиеся ему деспубликанцы. И вот понимаете, в чем удивительная ситуация. Этот процесс сбора голосов 288, он был объявлен несколько дней назад, и пока еще нет этого собранного количества голосов. Хотя мы знаем, что, например, есть же республиканцы председателя комитетов. Председатель комитета по иностранным делам Макколу, председатель комитета по обороне Роджерс, председатель комитета по разведке. Они недавно, месяц назад, приняли на этих комитетах замечательный документ. Мы с вами, кажется, его обсуждали уже. «A proposed plan for victory of Ukraine». Недолгаемый план для победы Украины, в котором резко критиковали Байдена за недостаточную помощь. Убежденнейшие сторонники Украины. Почему они уже не принесли и не положили свои необходимые голоса? Опять вмешался вот этот хитрожопый Джонсон. Он опять повторяет свою моду. «Да, конечно, мы все в Украине, но почему нам так противоставляют друг друга, демократов, фрисмурганы? Давайте все-таки попытаемся разработать новый совместный проект, который включает и охрану границы, и помощь Украине. А потом на следующий день новую мулечку придумал. А давайте придумаем все-таки, чтобы все согласились, чтобы это было единогласное голосование. Давайте будем Украине давать деньги не так, а вот взаймы будем давать. Давайте, ну, хорошо, казалось бы, какая разница Украине, взаймы или не взаймы. Все равно в случае победы Украины благодарное человечество там любые эти взаймы погасит. Но это же значит новая разработка. Но для этого надо разработать новый закон. Давайте отложим еще на месяц. Давайте вот сейчас примем более актуальные вопросы о финансировании бюджета и потом отправим еще на 2-3 недели конгресс на каникулы. Это абсолютно руживая тактика. Нужно просто 10-15 голосов республиканцев, чтобы по этой процедуре ну, что можно сказать, позор американскому политическому системе в целом. И я бы не винил в этом отдельно Трампа. Но Трамп негодяй, он ненавидит Украину, он враг НАТО, он не скрывает. Вот после последней встречи. Смотрите, он провел же, по счету, две консультации с Путиным. Сначала он послал к нему своего посредника Карлсона, а потом Путин послал своего Орбана. Орбан в пресс-конференциях провел откровенную после встречи с Трампом. Задача Трампа, вы правильно сказали, его подчиненный, запуганный им Джонсон, проводит тактику затягивать максимально, затягивать до выбора. А после выбора Трамп просто объявит, что он заканчивал всю помощь Украине. И вообще, они с Путиным большие друзья. И НАТО, это устаревшая организация. Вот надо решать вопросы безопасности Европы двумя великими державами Российской Федерации, Соединенным Штатом. Такая у них программа. Все это было бы очень грустно. Это действительно очень грустно. Но на этом положительный эффект, сайт-эффект от этого, это пробудилось Европой. Я не прописал эти слова. Вот Макрон выступил с инициативой. Он назвал вещи своими именами. Что мы находимся в ситуации 1938 года. И мы должны оказаться на правильной стороне истории. Мы оказались в очень сложном положении европейцы. Мы все время надеялись на пятую статью НАТО, на американские гарантии безопасности. Теперь мы видим, что, во-первых, Трамп, пани реально может прийти к власти. Даже не придя к власти, он уже подрывает помощь Западу Украине. Путин угрожает нам. Если Украина проиграет, конечно, он продолжит свое движение в Европу, в Балтийские страны. И что? Мы потеряли 50 лет под американским зонтиком, я цитирую его по своим словам Макрона, проводя в пустых дискуссиях этой европейской армии. У нас нет европейской армии. Единственная европейская армия, которая у нас есть, это украинские вооруженные силы. И она сейчас защищает Европу от Восточной Орды. И мы должны всеми силами добиться поражения России. Так он впервые из политических детей Запада выбил слово «поражение России». И самое главное, мы себя все время неправильно вели, и он имеет в виду Запад в целом, устраивая какие-то красные линии для себя. Мы должны никаких красных линий, никаких ограничений. Франция готова, если необходимо, и ряд стран НАТО согласны, послать свои войска сражаться в Украине. И дальше он сделал очень важное заявление, тактическое, он сказал, и политическое. И мы уже послали. Не секрет, что британская система Стамчайдова и аналогичная французская система СКРЭП обслуживаются французскими и британскими специалистами. Нет никаких красных. Пусть Путин думает о своих красных линиях. Мы, то есть он, вот эту стратегическую неопределенность, которую Европа дарила Путину, они же каждый раз повторяли на каждом этапе. А вот давайте там тот же Байден, а если мы поставим танки, а что сделает Путин, а почему, а если самолеты и так далее. Макрон сказал прям, мы участвуем, практически он объявил войну России и сказал, что французские войска уже участвуют в этой войне. Андрей Андреевич, а можно я вот просто как раз догонить вопрос? Мы сколько уже два года с вами в интервью характеризировали, даем характеристику позиций разным западным странам, в том числе позицию Франции и частности Макрона. И он, скажем так, не отличался последовательностью, знаете. То есть прошел долгий такой тернистый путь от спасти Бутину лицо, да, спасти лицо, до вот того, что он сейчас сказал. А если мы еще вспомним 14-й год, то еще, так получается, Макрона получили, да, 14-й год. Или уже Макрон был? Был уже. Макрон уже был, да? Нет, это Аланта, Аланга. Последний год Аланга, да. И Франция еще думала реально, наверное, все-таки нужно выполнить контракт и отдать России Местраде. Помните эти два авианоска? Судяя АМГ. То есть, понимаете, какой огромный, кстати-таки, путь прошла Франция, да? Вот почти что дать места. А я вам скажу. Как вы это понимаете? Я вам еще не помню, на самую другую низшую точку Макрона. 22-й год, когда он приехал в июне в Киев, Макрон, Макрон, Шольц и Драги. И пытались они склонить Украину к перемене, то есть фактически к капитуляции. Ну, тогда с ними очень правильно провели работу. Вот их повели в Буш и ткнули носом в российские военные преступления. Возможно, тоже какое-то впечатление на Макрон было. Изменилось две вещи, понимаете? Вот впервые Франция оказалась, вся Европа оказалась перед лицом бездны, бездны, беззащитности от возможной агрессии, агрессии с востоком. Трамп такой убежденный, заклятый враг НАТО. Ясно, ясно перспективы прихода его к власти. Это первое. А второе. Чем вот объяснялось традиционно? Ведь позиция Макрона в отношении России это продолжение Дегуэльской позиции по отношению к Советскому Союзу. Вот этот комплекс Grandeur de France. Понимаете? Он сейчас заработал в нашу пользу. Я вам объясню. Ведь когда Франция после исхода Второй мировой войны потеряла статус Великой мировой державы и вся ее элита очень болезненно это воспринимала. Дегуэль оказался на них великим терапевтом. Он стал повторять каждый день Grandeur de France. А в чем демонстрировать это Grandeur de France? Ему главное было демонстрировать, что он не какой-то там младший партнер Соединенных Штатов. Потому что Франция независимая политика. И он все время вел такой особый курс по отношению к Советскому Союзу. А потом он наследован был и другими французскими президентами по отношению к России. Но сейчас поэтому вот это величие они хотели демонстрировать в некой так сказать отстраненности частично от американской позиции. Но это хорошо когда добрые американские дядюшки защищают. А когда они казались голенькими, во-первых это прямое решение безопасности. А во-вторых Макрон увидел шанс действительно величия Франции. Если он будет последователем в этой своей линии, а я надеюсь, что это не отдельный проброс, он эту новую линию доктрины Макрона повторяет каждый день на разных форумах. Вот он практически он сейчас стремится занять вакантное место лидера свободного мира. Вот это та же французская элита, она сейчас движима двумя очень сильными мотивами. Во-первых, она увидела, что единственная гарантия безопасности Франции сейчас это украинская армия. У них нет. Правильно Макрон говорит, что он не исключает никаких вариантов и готов посылать французские войска. Но ни у Франции, ни у Европы нет пехотных дивизий, которые могут сейчас занять место. Это прекрасно понимает Зеленский, который говорил то же самое два дня. Но у них есть громадные технологические возможности на свете, в котором прежде всего это дальнобойные ракеты. Самолеты. Да, я думаю, что вообще этот разговор об участии натовских войск, он прежде всего направлен на вот мы живем уже год, мы ждем, когда вот завтра, завтра будет Ф-19. Никаких политических препятствий нет. Одно время американцы ставили политические препятствия на продажу, но они давно это сняли. Ни политических, ни экономических препятствий нет. Препятствия сейчас логистические, чтобы эти самолеты стали game changer, чтобы Украина могла разгромить крымскую группировку врага, полностью выкинув его из Крымского. Нужны поменьше менее две сотни самолетов. Это невозможно решать украинскими пилотами. Вот надо отказаться от этого мантра, что только украинские пилоты. Именно поэтому Макрон сделал такой шаг. У нас уже, да, мы уже работаем на наших дальнобойных ракетах. Вот это участие французских и европейских военных прежде всего в авиации. Вот мне кажется, это меняет очень сильно политическую картину. Андрей Вы уже помянули намерение Путина продолжать агрессию. И вот знаете, я думаю, для вас это тоже будет не ново. Такая версия собственно сценария Путина потенциального, что если на выборах Америки в ноябре опять результаты будут неясными и несколько недель продлится вот эта неразбериха и как это было собственно 4 года назад он воспользуется этим моментом и до уже даже конца 24-го года у него будет окно возможностей и он обязательно начнет провокацию против НАТО. Возможно это будет взятие Сувалковского коридора Литва и так далее. Как вы считаете насколько вероятен вот такой поворот? Нет, мне кажется как раз одной из задач доктрины Мактрона предотвратить такое развитие. Понимаете, он привернул в доску. Макрон привернул в доску. Запад все время дрожал. А что если мы что-то сделаем, что сделает Путин? Ну хорошо, Макрон ему фактически сказал, я тебе уже объявил войну и уже мои военнослужащие участвовать. Ну что должен Путин сделать по канонам своей же пропаганды? И Путин конечно на следующий же день начал повторять свой ядерный шантаж, сказал, мы можем ударить по французской территории, в том числе ядерное оружие. Макрон отбросил это просто одной, не став вступать с ним в дискуссию по ядерной стратегии, но отбросил это одной короткой фразой. У Франции тоже есть ядерное оружие. И эта тема закрыта. Ведь все болтовня ядерного оружия это шантаж Путина. Это шантаж направлен на то, что противник Запада испугается и уступит ему. Ведь тоже предупреждение американцы ему уже сделали в октябре 22-го года. Мы знаем ему вопрос объяснишь, если только он потянется к ядерному оружию, то его просто убьют. Поэтому ядерное оружие он не использует. Но тогда, вы смотрите, уже на всех российских Z-каналах начинает возмущенное роптание вот этого Z-быда. Ну как же так? Нам объявили, ну хорошо, ладно, ядерное оружие может быть не нужно. Но у нас же есть замечательное конвенциональное оружие там, у нас есть что-то такое, в мире нет аналогов, гиперзвуковые ракеты. Почему мы не наносим еще удары по французской территории? Да очень просто. Путин прекрасно знает, именно этого и хочет Макрон. Это часть его психологической расчеты. Если Путин завтра, ну ядерное мы исключили уже, это Макрон четко не сказал, у нас тоже есть, если завтра он ударит по Франции, по Германии, по Польше, ну тогда одновременно автоматически, автоматически вся мощь вот эта огневая, еще раз когда у них нет приходных дивизий, у них великолепная технологическая дальнеборная дальнобойная воздействие. Но сейчас Путин борется и гадает, сколько там самолетов дадут голландцы, 48 и 64. А если он нанесет удары, как вы говорите, по Суваловскому, ходить другому, против него в действия одновременно будут введены, ну потенциально 6 тысяч самолетов Ф-16 находящихся на складах НАТО, это только Ф-16, Ф-19, а если Ф-35 и он в растерянности, понимаете, он в растерянности, он, вот все эти психологические его пужалки, они, как я уже сказал, Макрон перевернул вот эту доску политического, психологического соперничества, все время Запад играл черными, а теперь он стал играть белыми, у никаких ограничений, мы хотим вашего поражения, мы будем поддерживать клинические средства, пожалуйста, отвечайте, ему нечем ответить Путин, поболтал, поболтал о ядерном оружии, я вам предскажу, что они будут делать, да, кстати, насколько глубоко Макрон продумал внутриполитическое свою новую доктрину, потому что первая реакция Путин, конечно, он активизировал всю свою агентуру, мгновенно там крайние левые, и та же Ля Пенша выскочили, стали орать, что Макрон ведет нас в третьем ровне, через неделю Ля Пенша вышел, и как миленько заявил, вы знаете, да, Путин агрессор, мы должны всеми средствами помогать Украине, Макрон пошел на эту новую доктрину, обеспечив себе внешнеполитический тыл, мы видим этой Ля Пенша показали документы ее незаконного финансирования российские банки, в общем, он выстроил ее полностью. Какие аргументы остались у русских? Только одни, я уверен, что они попытались, это спящие организации исламского террора, руководимыми Россией. Мы же помним, что их давно не было, мы же помним, что каждый крупный акт исламского терроризма сопровождался наличием граждан России чеченского происхождения. Вот этот аргумент Путин попытается бросить. А внутренние, чтобы внутри ему не задавали каких-то вопросов, обратили внимание на, вот была паника сразу же среди западных дипломатов в Москве, они объявили, что в России возможны очень крупные теракты. И более того, за день до выборов ФСБ изобразило, что где-то в Калуге они расставали исламских террористов, готовивших взрывы синагоги в Москве. Но это генетически характерно для Патрушева Рязанского, как они пришли власти Путин, как он начал войну в Чечне в зеруме домов. То есть организация каких-то акций псевдотеррора уже не исламского, а будет исламский, западный, какого угода в Москве, послужит Путину оправданием для введения военного положения, новой мобилизации, расправ над любыми недовольными, в том числе и так называемых зетопатриотов, которые будут задавать неудобные вопросы. А почему до сих пор не объявлена война Франции? Так что вот эта новая доктрина Макрона, она имеет такой многомерный, многовекторный характер. Но главное, да, кстати, это же не только слова Макрона, мы же видим возросшую помощь Европе и финансовую, там 7 миллиардов, одна страна, другая, Дания, Норвегия, Германия, Павел, французский, чешский президент собрал где-то 800 тысяч, 800 тысяч снарядов, Европа не смогла выполнить свой план собрать миллион снарядов. Европа поняла, что речь идет о ее существовании, единственным защитником существования является единственная существующая сейчас в мире европейская армия, это Збройные силы Украины, и эту европейскую армию максимально надо насыщать самым современным оружием. Владимир Владимирович, в конце у нас остается буквально три минутки, вот CNN подводя итоги выборов российских, ставит такой вопрос what really comes next, что предстоит теперь дальнейших это Путина. И вот Христо Грозев, известный журналист-расследователь, рассказал, что по информации его источников в России может начаться целая волна репрессий и убийств. Разумеется, самыми, наверное, уязвимыми остаются Владимир Карамурза и Илья Яшин, которые остаются в колониях и так далее. Но вот по поводу такой широкой волны репрессий и убийства нужна ли она ему Путину? То есть верите ли вы в такой сценарий? Нужна, потому что сейчас ему придется отвечать. Макрон его заставил отвечать на очень неприятные вопросы, на которых нет ответа. Он же изображал себя военного вождя, угрожая то ядерными ударами, то конвенционально. Вот ему сказали, да, вот Родос, вот прыгай, а он не может прыгать. Ему придется у него проблемы возникли сейчас не только с противниками войны, но и с оболванием им же самими за эту природу. Поэтому ему нужна сейчас абсолютная власть и репрессии. А что касается убийств, ну, есть у нас еще минутка, ведь он по существу вчера признался в убийстве Навального, причем сделал это со стробы, его никто не тянулся язык, он начал рассказывать, что была почти достигнута договоренность об обмене Навального, но вот Навальный случайно умер. Этим он просто еще раз решил поиздеваться над семьей Навального, над семьей с моими друзьями. Понятно, мне понятна его двухходовая комбинация была, ведь немцы категорически отказывались вообще разговаривать о выдаче вот этого российского убийцы, который он держит. А он им предложил, он им предложил, как бы, вот давайте я его готов обменять Навального. И они, так сказать, сломали вот этот свой табу и начали с ним разговаривать. И вы же понимаете, что последние дни перед смертью Навальный был уверен, что его в ближайшее время освободят так же, как семья. И он же не просто там упал где-то на прогулке, к нему пришли убийцы, и он понял, что его обманули. И вот это Путин вчера не удержался от бахвальства, что я вот, да, он же признался практически, не только в том, что он убил бахвальства Навального, но и в том, что специально произдевался над ним перед его смертью, обещав ему обменять это негодяй, конечно, но это негодяй закон, но он дорожит своей жизнью, поэтому Нинакия, он будет очень осторожен сейчас в отношениях Запада, когда Макрон ему четко прописал, что последует, зачем. Андрей Ильич, спасибо огромное. Спасибо, спасибо, Питер. До свидания. Всего хорошего, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok